всем привет ребятки я здесь у нас утро цветут каштаны я смотрю проезжаю боже какая красота я вам сейчас так сбоку покажу посмотрите вот мы проезжаем каштаны цветут очень очень красиво очень так обильное цветение сейчас они в самом самом цвету поэтому мы едем и любуемся ходим и любуемся вот утро начинается у нас вернее на канале да именно для нас начинается по-другому поверьте мы не спим тут в машине да это для вас вот начинается в машине мы позавтракали дома спасибо большое за комментарии много советов юля вот эти таблетки юля вот эти таблетки своя заморочка у меня есть такая понимание в голове что ну это опять таки своим со своим каким-то опытом что болеешь ты пьешь таблетки всякие вот эти антигрепины там и всему подобное вот и болеешь там неделю ты болеешь 7 дней вот если не будешь пить таблетки будешь болеть неделю ну вот так вы знаете я заметила что это действительно правда плюс минус и поэтому как-то так вот я со стороны кажется что неправильно у каждого свои свое свое понятие свои правила вот но я уже иду на поправку потому что сегодня пятый день запасе мне еще два осталось и вот пожалуйста я пошла на поправку немножко голос и то потому что кашель и немножечко на спорту уже не то что было вот что еще какие планы ребята я вам вчера говорила что у нас уборка идет полным ходом в доме но вчера я прочитала вот комментарий нашего зрителя из николаева вроде да и вот что уже высадили перцы я думаю блин а шо ж юля то все юля не делает а перцы у меня ребята некоторые поболели и мне кажется там земле либо они здесь в этих лотках просто погибнут а вот либо их надо тыкнуть в землю и хотя бы есть какая-то надежда какой-то шанс потому что в этом грунте по губном они уже как сказать высосали все элементы полезные для себя и они просто уже додыхают честно говоря у меня один контейнер загнулся но он изначально они почему-то тормознулись в росте не развивались вот и сегодня сегодня я подошла к лотку он у меня последний там дома остался и некоторые перцы сбросили полностью листья и стоит 1 веточка просто вот ствол стволик до стебелечек и листьев ноль то есть он уже скидывает все он свое отжил поэтому не знаю я наверное оставлю уборку в доме на мужа вот и пойду с перцами возиться в огороде так ребятки мы уже прибыли вот привезла последнюю чеплашку перчика полила вен уже страдает желтеет короче а вот и смотрите какая красота вот цветы пораспускались вообще супер вот и пойду я на огород посыпаю участок конечно жара блин как раз обеденный но а шо делать другого времени меня нет а дело панаму и вперед муж сейчас пойдет на огород давить тогда этих из яйца жука колорадского вот а я пойду сапать кусок и буду наверно потихоньку высаживать перец вечером высажу капусту если успею вот этот перец вот начну с переросшего видите какой высокий вот не знать это вот так вот будут хотя не советую заглублять но я вот так вот где-то буду наверное сажать эти листики че обломать чешу не знаю по два штуки буду в лунку по два перчика это как раз которую тогда с рынка покупной да а нет это колобок царица и молдова нифига себе чем такой вымахал прям хороший такой здоровенный вот с него и и начну а вечером уж об не такая жара была уже капусту тогда до вас от уж и девочка моя тебе жарко ребятки я иду на огород все-таки решила вас взять наша куча работы переделала шоу а потом буду вечером я нычу нема видео нема видео короче я вас взяла взяла вам утяжелитель все в пакете камень взяла один камень чтобы мне так тяжело было шоу все-таки ветерок я переживаю чтобы вас не уронить муж занимается с картошкой будет заниматься дальше уже половину прошел подавил эти яйца жука вот я зачистила вот там вот участок под перец но сажать его буду ребята после обеда потому что очень очень жарко сейчас по быстренькому я решила заняться капустой вот здесь сделала рядочек вот у меня луночки тут как раз было как бы типа такая межа как трактор эту проезжал и все вот я здесь в этой колее решила по посадить везде такие луночки сделала в углублении так удобнее будет поливать вот и я сейчас из парничка хочу повыковыривать свою капусту так ну подождите сначала мне надо воды набрать но для начала я сейчас пролью эти лунки я уже их сделала посыпала туда удобрение вот всю нитро аммофоску так где моя лейка сейчас ребята лечку возьму воду в бочке я сегодня набрала бочки меня полные кстати я еще успела сегодня полить все кусты здесь смородины крыжовника молодые деревца полила вот и короче посыпала удобрение в эти лунки сейчас по заливаю и пойдем с вами в парничок выковыривать из парничка капусту потому что капуста то она холодов ночных не боится ее надо в первую очередь уже давным-давно высадить ребят а юля все никак ни в одном глазу открыла парник на солнышке все это дело закаляется так вот так вот вот так вот и проливаю хорошенько такая жара у меня сейчас капуста наверно повянет тут в этих лунках капуста это ранняя то есть на молодую капусту мне прошлом году очень понравилось я ее нашинковала ну излишки и в морозилку и ребята все лето я не покупала капусту на борщ я пользовалась аж до самой осени я пользовалась вот этой замороженной капустой хранится она замечательно в морозилке здесь у меня 20 лунок получилось но капусты у меня чуть-чуть сейчас воды не хватило 20 лунок но капусты саженцев у меня гораздо больше я не знаю сколько еще зачем я две пачки насажала и не заменяет штук 100 это это сто процентов сейчас еще речку и лечку наберу штук 100 капусты надо будет может угостить соседи не знаю я высажу сколько мне вот захочется остальное надо раздать позднюю я не хочу я именно хочу раннюю капусту позднюю мне не понравилось выращивать у меня ни одного вилка в итоге прошлом году не выросла вся она зачахла всю ее по пожрала блоха молодую тоже жрет блоха но молодую мы быстро убираем она там месяц и готова поняли и так на салатике и сейчас долью а я сажала позднюю капусту сеяла парнички но у меня она не взошла какие-то плохие семена попались думаю ну и слава богу и не надо значит не надо только ранее это там у меня два рядочка я в итоге не помню какая точно из них ранее ребята искала вчера видео свое когда я сеяла в парнике я вам по моему снимала я вам показывала хоть убейте я не могу найти это видео поэтому буду рисковать сажать в надежде что ранее капуста все есть нашлите парничок в парничок слушайте а прежде чем ее она часа вас перенесу прежде чем ее отсюда выковыривать надо же наверное я так понимаю пролить чтобы не так повреждались корни как раз в речке у меня осталась вода я с собой не взяла ни лопатку ничего чем не его выковыривать мы вчера уезжали мы вчера ее поливали капуста такая у меня рассада капусты уже так ну даже было что-то взять чилу о я сейчас пойду эту возьму жуковская ложка у меня там торчит кашу перемешали я потом ее помою у меня она стойте здесь я пойду вы меня будете слышать этот самый я покупала у меня была такая маленькая лопаточка совочек такой маленький куда я дело вообще не не помню все обыскала в гараже обыскала сарайчиках посмотрела куда я закинула осенью я ей пользовалась и где-то подевала за вечная проблема вроде стараюсь все думаешь себе так все буду все уложить по местам а ну сейчас тут сарайчики еще посмотрю в старом летнем душе на кастя пачка тут лежит а лопата а то мамина кстати тяпочка маленькая такая ложку ланджуковскую алюминиевая такая старая от бабушки мне досталась ложка да солнце шпарит сегодня слава богу хоть чуть-чуть есть ветерочек какой-то он хоть сбивает в жару было бы вообще никого на огородах это только мы с мужем копаемся умные люди выходят либо рано утром либо поздно вечером у нас так пока не получается потому что люди то есть живут а мы нет так ну возьму вот это я вообще хочу самые красивые брать как это делать я не знаю так насколько глубоко тут корни так я буду стараться даже с комом зи надо было какую-то мисочку взять вот одна есть одна есть прикиньте вот сколько тут капусты это ж капец вторая не надо 20 3 у вас амя учит чё она не идет сюда так как айчи все подряд четвертая 5 я не сказала что какая-то крутая тут мощная корневая система так раз два три 4 5 5 10 10 и давайте это же один сорт и 10 я возьму другого сорта все раз два три я их там уже на месте разделю четыре пять вышел зайчик погулять вот учи прикопать назад и учишься не знаю че выкинуть так пять шесть семь восемь девять еще одну а ласа пришла кушает вон травку сидит полезную до нас приехала на дачу витаминчики витамин витаминчики так ребята сейчас я одну отнесу я же видите правую руку стараюсь не пачкать помнишь правой надо вас перенести будет так 10 есть ласа тушка тебе интересно со мной туда что мама делает фигней занимается так смотрите даже половина рассада не не ушла надо еще где-то грядку организовывать увидите ветер дует не зря я вам камень при этот сама привесила тут так и вот так вот я сейчас раскладываю этот начну с края 10 штук потому что это у меня разные по моему если не ошибаюсь две разные упаковки было то есть два разных сорта ну капуста надо сажать по одной ребята вот раз самые такие выбираем 2 три четыре пять шесть такая маленькая конечно рассада ребят может надо было ее раньше сеять шесть хоть чуть не упал 7 восемь эти две я просто выкину не хочу маленький девять десять и второй сорт она тут же вянет тут же мне кажется сейчас на солнце она вообще поляжет три четыре пять на сон шесть шесть восемь девять десять все и теперь берем и ручками мы ее прикапливаем прям в жижу то есть тут такая прям жижа я воды хорошо налила и вот так вот присыпаю ну сильно тоже не заглубляю вот по семидольные листочки и сверху чтоб не было такой корочки чуть-чуть сухой земли вот так и они получаются она капуста они она в таком углублении удобно будет поливать так мне лучше с этой стороны встать бы я на горбике мне неудобно потому что капуста любит воду любит полив на все растения любят полив ребят что не возьми кто-то больше кто-то меньше ну если например сравнивать томаты помидоры и перец то помидоры можно не так интенсивно поливать они без полива могут порой расти что думаете там в полях прям сильно их поливают те помидоры хотя сейчас есть такие поля мы раньше когда на моря ездили о херсонская область ребята какая там красота какая там вот эта агротехника до чего там дошла вся техника там поля на секундочку полностью с капельным поливом помидорные арбузные поля какие вкусные оттуда арбузы были а нынче и цены были хорошие на арбузы херсонская область славится до своими арбузами помидорами а сейчас нынче прошлом летом позапрошлом какие арбузы дорогие были кошмар и она все равно на огороде выращиваем арбузы они все они не такие сладкие так надеюсь приживется моя капуста моря это вообще такая больная тема ребята так хочется да не ложится боже она уже повяла ребята и но сегодня я уже поливать не надо потому что ну как бы я влаги нормально сюда налила тут же повяла вообще такие культуры особенно такие нежные как капуста да вообще любые даже помидоры советуют сажать вечером или в пасмурную погоду когда они лучше приживаются а юлька в самое пекло может она вообще не приживется и сдохнет все может быть ну зато это будет мой опыт ой блин приседают для меня самое сложное это игра приседалки села встала меня аж голова кружится глазах потемнело цены можем приседать слабая корневая я прям вижу вот как они вот на рынке они бы они на чем-то сыпят кучу каких-то удобрений ребят потому что покупаешь на рынке рассаду блин там корневая такая хорошая такие корни а когда сам выращиваешь они такие несчастные что там 23 корешочка что свистит такое непонятно что-то они явно там какие-то секреты у них есть ребята смотрите муж заведует мамка иди посмотри жук как яйца откладываются эти какая прелесть и сейчас мы укакошим это все дело он прям откладывает эти яички прикиньте вот такая природа нашу ты ты робишь не надо руки в болотяки ребят не можем не еще бишь юля чё ты без перчаток одевай я в прошлом году садевала перчатки так нервничала так психовала я привыкла так руками я дома позавчера приехала ногти обрезала под ноль полностью все красота пошла сейчас ручки помыла и все я должна землю я не могу в перчатках надо землю чувствовать трогать ощущать не знаю как вам объяснить не могу по-другому ребят расти капуста большая и маленькая большая и маленькая ох а я в прошлом году часть поморозила капусты а часть у меня пропала ребята все почему помните мне присылали эту вакуумная для вакуумирования аппаратик агрегатик так вот и я туда навакуумировать всю капусту короче за довольно таки короткая короткий срок короткое время это вся капуста свежая нашинкованная нашинкованном виде она вся вздулись пакеты и капуста как бы как забродила там представляете то есть нельзя такое хранить и я ее по выбрасывал но благо чтоб другую половину капусту я положила морозилку вот именно ей аж до сентября месяца я пользуюсь даже до октября я пользовалась вот так и в этом году хочу борщики варить салатик кушать я люблю тушеную хотя мне часто пишут фу только вот не молодая капуста она в тушеном виде не хорошая не вкусная типа як сопли то не знаю я обожаю именно вот молодую капусту тушить вот такая нежная получается мне нравится как говорится на вкус и цвет товарищей нет так и здесь да еще чуть-чуть люля чуть-чуть главное чтоб корни вот были в этой жиже прям мокрой в болоте она все будет хорошо сейчас на на солнышке может и привянет а ночью вечерком или когда она уже начнет отходить все будет хорошо так где мне остальную сужать сейчас муж закончит с колорадским жуком и этот самый мы пойдем пообедаем перекусим а потом продолжим сегодня планировали в дом и уборку доделывать там коридоры осталось убрать не все бросили пошли на огород я кажу я не можем и на капуста и на перец так все 20 штук есть расти капуста большая маленькая большая маленькая лучше большая маленькая не надо эти ручки какие-то красиво и надо еще где-то придумать еще был такой рядок и мне достаточно остальные я уже раздам надо у сестры спросить может ей надо хотя она она не сажает огород не хочет все ребятки я ручки помыла он ведь она поле полегла прилегла ничего поначалу она потом через пару дней денечков она встанет вот сюда же я хочу еще перцы посадить между морковочками где нигде и можно уже у морковку уже некоторую хорошо видно ребят смотрите вот морковка вот 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 уже можно между ряде проехаться все а где нету вон перцы лишние будут я сюда потыкаю потыкаю перцы да и все вот и здесь прям дружненько полезно полезно морковочка есть ее уже видно хорошо арчи будет что-то что-то будет ребят зеленуха вылазит потихоньку базилик конечно не за он жарится на солнце ребят выглядит ужасно но в прошлом году у нас та же самая корзина была поэтому я не переживаю отойдут ну и помидоры тоже я тоже думаю что отойдут ну раз они стоят если он не принялся они бы легли и лежали они же стоят значит что-то просто надо время чтобы она укоренилась там и так далее все будет хорошо вот здесь вот участок я будут у меня еще остался не обработанный но укропчик нашла вот а здесь вот я подготовила под сегодняшнюю чуть криво ведь пошла под сегодняшнюю посадку перцев вот как я хочу сажать перцы хочу попробовать их сажать в тип от страншей вот как у меня огурцы ребята вот видите такие кстати ничего не сходит посмотрю еще рано до меня ничего не мающего я сверху еще ни разу не поливал я переживаю что образуется корка не буду пока поливая там внутри влаги достаточно ждем сходов вот и хочу попробовать перца сажать тоже такой типа как траншейку сделать везде я просто тяпкой так прохожу а уже в эту траншейку посадить перцы и потому что перец любит полив и уже в эти прям луночки проливать, шланг типа ложить и лить, как-то так, потому что помидоры там у меня, но тут еще они продолжатся, здесь будет перец и тут соединятся у меня перец и помидоры сходит картошка, ребята, картошка которую мы сажали половинками вот здесь мы еще жука не собирали кстати они тут спариваются сидят на моей картошке ну всходит, впервые в жизни мы сажали половиночками разрезали, но в некоторых местах не взошла но вроде как что-то там пробивается что-то будет тут полоть надо тут лучок взошел, тоже уже между ряде видно смотрите, видите вот лук, лук, лук вот тоже лук и между ряде уже можно прополоть а я сейчас пока муж жука собирает я сейчас займусь это и сделаю наверное пройду пока хотя парничок открыт надо а где мне придумать еще капусту посадить еще рядочек что-то я не пойму куда тыкнусь сильно далеко туда не охота потому что надо же поливать и причем не холодной водичкой ой ветер дует где мне тыкнуть ее что-то что ли места не хватает Юлечка тебе ну здесь нет можно было бы так длинный ряд вместо базилика надо было сюда капуста я уже базилик тыкнула сейчас подумаю капуста, капуста где тебя посадить ну что ребята нашла я местечко для капусты смотрите один ряд будет здесь а другой ряд вот здесь вот тут довольно таки широкий ряд между смотрите ой сейчас я вас поставлю смотрите идет вот здесь вот у меня морковь вот тут вот лук семейка вот посмотрите какое широкое междурядие понятно здесь деревца но они молодые пока они вырастут этот самый они капусте мешать не будут и здесь такой вот получается вот широкий такой кусок который постоянно надо будет полоть а так как будет капуста я хоть не зря буду полоть я буду полоть вокруг капусты я прошла тяпочкой сейчас беру грабельки пройдусь и как раз у меня по одной стороне будет капуста и по другой и вот это вот все больше мне не надо этого мне будет достаточно а остальное что останется я уже раздам вот так сейчас пройдусь я чуть сорнячок соберу и заодно разобью где какие комочки а вот так вот можно смотрите раз-раз земля сухая да ребята очень сухая как сухарь не спрашивайте у меня у меня спрашивают что за вид почвы у вас там песчаный или суглинок или там чернозем ребят откуда мне знать я не знаю без понятия что-то такие вот так вот деревьям я не буду мешать они мне тоже будет все хорошо хорошо муж он собирает этот личинки давит на листочках мы просто вот клаптик картошку дальнюю мы будем потому что я вам только что показывала мы будем ее опрыскивать она типа на хранение вообще мало конечно картошки посадили ну то ладно как есть мне пишут Юля еще не поздно уже как-то я не знаю хочется не хочется уже ничего не понят мы что в этом году с этими ремонтами с этими уборками как-то что-то так вот закрутилось что уже честно ничего не хочется вот уже что есть наверное то есть и вот этот клаптик тут раз два три четыре пять шесть семь восемь рядочков несчастных там небольших вот и мы решили что будем собирать жука личинок дабы не опрыскивать мы ее хотим 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 покушать эту картошку молодой без всяких яда химикатов а то уже то будем опрыскивать просто надо не упустить момент когда только начнет вылупляться из яичек детки колорадского жука надо сразу впрыскать и все зато будет здесь капуста а так все равно когда вот такие прям большие проходы дорожки их все равно полоть надо а так хотя бы не зря ты понимаешь что ты пропалываешь вокруг какого-то растения больше толку тут и камни еще хочешь так ну тут больше чем 10 поместится гораздо потому что я могу вот сейчас вот дальше дальше аж к последнему дереву уйти камни камни горошек справа и вот последнее деревце это у меня что колоновидная абрикоска я на кукурузу встала у меня уже тут выскочила кукуруза вот так вот я здесь поставлю эти каменечки все смотрите какой хороший участочек получился все ну и я сейчас как бы знаете что наверное сделаю ребята во первых сделаю небольшие углубления вокруг деревцов потому что летом надо будет поливать и неудобно что здесь нет таких как бы углублений я сделаю вот так вот буквально чуть-чуть землю от грибов конечно бы вскопать но здесь глубоко наши корни близко к земле сильно не вскопаешь но тем не менее вот так чуть-чуть я сделаю такие как бортики просто по сути вот здесь чтобы видно было и можно сюда было наливать какую-то по чуть-чуть водичку потому что саженцы молодые те уже хорошо принято и эти принялись но хочется их иногда поливать поэтому сделаю такие кружочки сейчас сразу вокруг а вот тут между будет траншейки под капусту вот так прям можно тяпочкой сначала взрыхлить о все вот так и сделаю такие бортики немножко вот следующее земля смотрю влажненькая так сверху сухарь сухарь сюда этот самый там влага есть вот так все это дерево что в сторону как будто ушло неровный ряд какой-то ну что мы сажали косоглазые какие-то так и теперь я беру вот так вот провожу тут полосочку вот визуально просто блин земля деревянная ребята кошмар верхний верхний слой рыхлый а там дальше дуб дерево представляете дешево роботи а что делать будем вот так вот делать луночки под капусту раз я сильно далекое расстояние капусту не сажаю ребята я ее не довожу до огромного состояния я ее по сути возможно даже рано убираю молоденькой небольшого размера вот так вот я тяпкой получается и землю измельчаю типа как перекапываю тут лопата по сути не нужна потому что мне не нужны большие прям глубокие лунки капусточка маленькая что там того растенется поэтому под лопату не вариант ну и плюс тяпкой получается хорошо измельчить так раз два три четыре и все тут пятое будет вот так достаточно на пять и тут так же от дерева к дереву так провожу просто как маркер такой своеобразный не оно тут ни луку мешать не будет смотрите как пылить земля кошмар ни луку мешать не будет ни морковки мешать не будет она молодая капуста ранняя вернее она сильно не разрастается в сторону она такая компактная так там пять ого это у меня получится даже дофигашка капусты так это шесть ну уже ряд посажу ну что потом буду капусточку раздавать угощать семь восемь девять блин дуб дерево просто десять одиннадцать и вот все тут будет двенадцать все двенадцать теперь здесь двенадцать вот так вот вот тут мокренько тринадцать тринадцать четырнадцать четырнадцать пятнадцать сейчас напишет сейчас напишет мне Юля нафига тебе столько капусты ты что торговать будешь я не знаю так я сбилась это шестнадцать пятнадцать семнадцать семнадцать так тут еще одну восемнадцать ё-моё ну тут уже надо продлить тут можно было бы и два ряда сделать да не надо ребята хорошая Юлька разошлась так восемнадцать там девятнадцать кошмар двадцать двадцать один двадцать два двадцать три замечательное число где мои двадцать три года кто бы мне в мои двадцать три сказал что я буду пахать в таком плантере я бы покрутила пальцем у виска была другая жизнь все двадцать три точно так же посыплю я уже дальше без вас ребята посыплю нитроаммофос пролью хорошо и двадцать три штучки посажу и на этом по капусте все и того получится двадцать три и там двадцать сорок три ё-моё а в прошлом году я посадила десяток вот так ну а что земля будет пустовать пускай будет засажена найду куда раздать да ребята дали мы жару время пол третьего мы только вернулись с огорода в самое самое пекло и сейчас еще мы дадим организму нагрузку горячим супом жару тяжело в беседке градусник показывает тридцать градусов на солнце я даже ума не приложу сколько вот супчик который я вчера варила кушаем зеленуха хлеб все тот чайник у нас шипит малеха обедаем и не знаю может даже немножко отдохнуть что-то уже жарко все на этом все дальше будет уже следующее видео что-то будем еще делать чем-то заниматься на этом все ребятки всем удачных посадок хороших урожаев и самое главное мирного неба над головой пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok